Смогли оперативно помочь и вещи больше не принимают. В пункте сбора помощи для жителей почти полностью выгоревшей Бубновки к отправке готова последняя партия. Все самое необходимое – еда, предметы гигиены, одежда, детские вещи, игрушки. Отсюда уже отправили помощь самолетам и машинами. Причем не только в Бубновку, но и в пострадавшие населенные пункты Заларинского и Аларского районов. Алексей – житель уничтоженного огнем поселка. Узнал о трагедии в первые минуты. Он и бросил клич в соцсетях на странице популярного автомобильного сообщества. Наш дом сгорел полностью, так же, как и остальных участников. Мы поддерживаем там, потому что наши друзья, родные, родственники. Со всеми держим связь, узнаем, как у них там, как они. Мерзнут, потому что там сгорело, там тепла, нет отопления. И вот в основном сейчас отправляем, первым рейсом отправили продукты и сейчас будем отправлять теплые вещи. Собрать тонны нужных вещей для людей, потерявших все, смогли благодаря неравнодушным гражданам. Пока одни, отложив работу, учебу и личные дела в сторону, несколько дней своей жизни полностью посвятили организации сбора помощи по горельцам, другие приносили от чистого сердца полные сострадания. Люди откликнулись просто потрясающе. Сказать, что мы были в шоке. Это действительно так, потому что за первый день мы заполнили совсем немного. Но когда начался второй день, то есть уже к обеду пункт был практически наполовину полностью завален, две комнаты. И люди шли, 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 шли. До самой ночи они старались, они нам рассказывали, что приобрели там, или что-то свое принесли. Несли продукты, медикаменты, детские вещи, памперсы. То есть откликнулись очень душевно, то есть очень живо все откликнулись. Все понимают, что это очень страшно и может случиться в любой момент с каждым из нас. В поселке Бубновка 28 апреля из 86 домов сгорело 59. Потеряли кровь больше 300 человек. Огонь распространялся быстро из-за сильного ветра и устоявшейся засушливой погоды. Также в конце апреля пожары в Иркутской области и Бурятии плали в поселках и крупных населенных пунктах. Дома и социальные объекты горели в пяти районах области. В городе зима, превратив в пепел несколько садоводств и уничтожив промышленные предприятия. В регионе стихию удалось унять, лишь когда сменилась погода. В правительстве региона распорядились о выплатах пострадавшим, восстановлении документов, временном размещении. Пенсию доставят вовремя, отрапортовали в пенсионном фонде. Ситуацию контролировал лично президент страны. Он провел слекторное совещание с главами регионов и поселений пострадавших от стихии. Обещал посетить сгоревшие поселки. Хотел бы от себя тоже поблагодарить всех наших граждан, кто так оперативно, так тепло, душевно откликнулся на это печальное событие, на эти пожары. Я знаю, что и в Бурятии, и в Иркутской области люди инициативно, быстро очень отреагировали на эти события и делают все для того, чтобы помочь пострадавшим. Но я рассчитываю на то, что не только рядовые граждане, но и все органы власти и управления, которые по долгу службы должны соответствующим образом отреагировать, сделают это профессионально на высоком уровне. Сейчас нет необходимости мне вам там мешаться, но я на места обязательно приеду, посмотрю, как идут работы по восстановлению.